Год назад Центральная городская библиотека оказалась в числе победителей программы Нурникеля «Мир новых возможностей» со своим проектом «Творческая хобби-студия. Фабрика идей». За это время основными ее мероприятиями стали многочисленные мастер-классы, проводили которые не только местные мастера, но и рукодельницы из-за полярного Мурманского озера и Кандалакши. Участники проекта встречались с творческими людьми, посещали выставки. 2 марта работа хобби-студий завершилась грандиозным мастер-фестом. На нем побывала Ирина Рогозина. Оксана Шаповалова работает воспитателем в детском саду. Несмотря на то, что свободного времени у педагогов всегда мало, она стала постоянной участницей проекта, посетив практически все мастер-классы. Я узнала много новых техник, которые меня заинтересовали, которые помогают мне в работе, потому что с детками работаю, и передавать деткам новые технологии, новые виды творчества очень интересно. Сейчас я на мастер-классе по изготовлению ключницы из камушков и природного материала. Это самый благоприятный материал, потому что везде ребята в детском саду могут творить все, что угодно. Мастер-класс по изготовлению дизайнерской ключницы в Мончегорске прошел впервые. Он собрал довольно много желающих сделать своими руками такую интересную деталь интерьера. Особых умений здесь не требовалось, только воображение, творческая смекалка и изобретательность. Еще одна новинка хобби студии – мастер-класс по саамскому плетению от представительницы коренного народа Севера Саами. Занимались дома, занимаемся со своими детками, но как-то вот так вот сложилось. Пригласили в Оленигорске, сначала на мастер-класс провела там, вроде как бы людям понравилось, пошло. Затем в Лавозере провели мастер-класс, потом в Мурманске в лицее побывали. И вот получили приглашение приехать в город Мончегорск, мы с удовольствием его приняли, и мы у вас. Саамское плетение – это полностью ручной труд без использования каких-либо инструментов. Плести шнурок-пояс из цветных нитей мончегорским рукодельницам понравилось. Темы некоторых мастер-классов выбрали с учетом наступающего весеннего женского праздника. К примеру, новая необычная техника создания цветов из фоамирана или уже привычные многим цветы из фетра. Мы должны с вами закрутить и дошить, пока у нас не останется вот этого пасхалинка. Так, вот я все делаю. То есть вот он не бутончик, а хвостик, который был в центре, у нас остался. Не остались незамеченными местными рукодельницами и предстоящие Масленица и Пасха. Из подручных материалов на одном из мастер-классов изготовили куклу – символ Масленицы. За другим столом сшили пасхального зайца. На седьмом мастер-классе осваивали и за нить. По количеству горожан, решивших воскресный день посетить заключительный мастер-фест, можно судить о том, какой живой интерес вызвал проект, насколько он полюбился мончегорцам. Порядка 400 человек у нас были участниками проекта. То есть кто-то у нас постоянно участвовал в проекте. Какой-то костяк у нас образовался. Можно говорить о результатах таких. Люди перезнакомились уже, образовались какие-то сообщества. На нашей базе стал постоянно работать клуб «Золотарник». Он раньше работал не клуб, извините, флористическое объединение, но они сейчас переехали к нам. Помимо семи площадок с мастер-классами, в этот день в библиотеке работал творческий фримаркет, где любой желающий мог приобрести приглянувшуюся вещицу и выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Завершился проект торжественной частью, на которой вспомнили все этапы и ценными призами отметили мастериц. Ирина Рогозина, Артем Сенченков, телевидение Мончегорска.